Ребята, всем привет из США! Вот сегодня у нас практически 70 фаренгейт, это 15 градусов. Воскресенье, расслабон, не знаю, погодка непонятна пока, пока солнышко. Вот вы знаете, держу, конечно, кулаки, думаю, боже, ну хоть бы солнышко было. Потому что, когда вот солнечная погода, у меня на душе всегда, ну так радостно. Прямо и делать что-то хочется, и жить хочется, и дышать хочется, и двигаться дальше. А, конечно, вот серости, дожди, 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 они как-то немножечко мое настроение, конечно, угнетают. Да, у нас такая вот новая традиция появилась, ну вернее, я ее пытаюсь внедрить. Вот так вот столик. Если нас выходные радуют солнечными днями, я приняла решение, что будем мы, наверное, здесь завтракать и обедать на открытом воздухе, на нашей прекрасной веранде. На прошлых выходных все накрыло, думаю, сделаем мужу сюрприз. Накрыло, все поставила завтрак. Говорю, дорогой, пойдем завтракать. Он на кухне выходит, а там-то ничего. Говорю, нет, не туда, на веранду. Он выходит, ну, конечно, обрадовался. Ну, и сами понимаете, на солнышке посидеть на открытом воздухе, когда вот птички поют, позавтракать. Ну, классно. Ну, в общем, пытаюсь как-то получать позитив из всего, из чего только возможно. Ну, а пока вот сегодня он, как всегда, поехал на гольф. Я решила уже не завтракать без него. Вот сделала себе кофеек с круассанами. Приедет, будет у нас бранч. Бранч, кто не знает, это прием еды между завтраком и обедом. Ну, что-то такое среднее. Обычно, конечно, в Америке очень популярен бранч на уикенд, потому что, ну, многие пытаются выспаться, отдохнуть как-то после трудовых-то дней. Поэтому просыпаются поздно, пока раскачиваются. Вот уже как-то для завтрака поздновато. Я, кстати, была очень удивлена. Как оказалось, Джозеф вообще этой верандой он не пользовался. Как-то ему в голову не приходило тут завтракать. Поэтому я тут какие-то принесла свои изменения. Надеюсь, ему понравится. Вот. И хочу что еще сказать в этом видео. Наконец-то, ребята, ура! Наконец-то я получила документы, которые очень долго ждала. Такая вот у меня радость. Вы знаете, вот интуиция прямо подсказала, как проверь почтовый ящик, проверь почтовый ящик. Ну, вот я его и проверила. И вот они, долгожданные документы. Из US Citizenship and Immigration Service. Что за документы? А еще вот, кстати, вот такой был конвертик на мое имя. И открываю, и настроение, конечно, улучшилось, потому что в этом конвертике были письма. Одно из них было о том, что я получаю разрешение на выезд из США. Кто не знает, если вы здесь находитесь по визе, и у вас нет грин-карты, то вы не можете покинуть США, пока не получите грин-карту. Ну, вернее, вы покинуть США можете, но потом вы, скорее всего, не вернетесь, вас не пустят назад. И вот таким, как я, обязательно нужно иметь на руках вот этот документ, travel document, который подтверждает, что вы находитесь сейчас в процессе легализации, оформления всех документов, и, соответственно, имеете полное право здесь проживать на всех основаниях. Вот, мы его получили, пока не знаю, по поводу поездки планирую я или нет, но поскольку мы подавали все единым пакетом документов, то есть грин-карту, вот этот запрос на путешествие и также запрос на разрешение на работу, то вот, значит, в первом письме было разрешение на то, что я могу выезжать за пределы штатов. Во втором письме было также очень долгожданный ответ о том, что, наконец-то, одобрили и мне разрешают работать на территории США. Кто тоже не в курсе всей ситуации, без грин-карты, а это однозначно вот единственный официальный документ, по которому вы можете работать, вы не можете здесь осуществлять никакую трудовую деятельность. Ну, а если вы ее будете осуществлять и кто-то об этом узнает, то вряд ли вы эту грин-карту получите, более того, еще и депортировать могут. Поэтому, ребята, начинается новый этап в моей жизни. Буду я уже что-то думать по поводу поиска работы. И вот я для себя, кстати, определила такой вот у меня максимальный период, когда мне уже захотелось что-то делать. О чем я говорю? Да меня ведь дошло в мае месяце, вот с первого мая, первого мая был год, как я не работаю, представляете? Я вот со своими подругами обсуждала, мне одна говорит, боже, ну как же это можно не работать, это же скучно, можно с ума сойти. Вы знаете, а мне вообще не скучно было. Вот я весь год чем-то занималась. Ну, первоначально, когда с работы уехала, ой, господи, уехала, уволилась, ну, конечно же, сначала приходила в себя, занималась оформлением документов, вот этой всей беготней, подачей везде во все службы, там еще какие-то доделывала справки, ходила на курсы вождения, съездила к подруге, она у меня в другом городе живет, там на две недели. Ну, как-то организационно, знаете, как-то было очень занято. Потом уже, когда приехала сюда в октябре, ну, знаете, все такое новое, там пока освоишься, новый дом, сколько мы с мужем в командировках поездили, сколько я городов посмотрела. Ну, и как-то, вы знаете, смена впечатлений одно-другое, там потом то свадьба, то Новый год, ну, как-то вот жизнь не идет, и, ну, в общем, я не скучала ни дня. Кстати, вот это, что это, я показываю. Здесь у меня муж иногда на заднем дворе, вот это шарики для гольфа. Он здесь так вот в гольф играет, ну, такие мини-подачи делает. Я первый раз вот из окна выглядываю в ванной и вижу вот такие шарики, но они-то далеко от меня, и я на радостях подбегаю, говорю, Джозеф, у нас там птичка типа яйца снесла, гнездо сделала. Он говорит, где? Я ему показываю из окна в ванной, он смеется, говорит, это мои шарики для гольфа. Да. А по поводу гольфа, стал мой муж опять возвращаться к практике гольфа, в общем, стал выигрывать. И говорит уже, на прошлом викинде приезжаю на эту гольф-площадку, и все такие уже, а, Джозеф приехал, привет. Привет. Ну, в общем, уже что-то не очень они радостные, потому что он уже несколько раз подряд их обыгрывает. Я ему говорю, ну, ты, может, это как-то попроигрывай чуть-чуть, а то людям вообще неинтересно будет с тобой играть, не захотят. Ну, он смеется. В общем, не знаю, как там у него сегодня турнир пройдет. Вот. Ну, надеюсь, благополучно. Вот. Ну, и заканчивая это видео, ребята, хочу подытожить, что теперь у меня начинается, скажем, такой другой новый этап в жизни. Буду сейчас смотреть подробную информацию, составлять резюме, искать какую-то работу. И вы знаете, вот как-то этот год уже я как-то и хочу работать. Хочется мне даже вот какой-то уже деятельности, то есть, соответственно, как я говорю мужу, на людей посмотреть, себя показать. Ну, параллельно, я думаю, что работа поможет мне дальше усовершенствоваться в знании языка. Вот. Ну, об этом уже буду снимать следующее видео о моих похождениях, собеседованиях и так далее. На этом всем пока-пока. Всех обнимаю, люблю. Пока.